Печать распознана. Найдена отметка 1. 338 комплексов обработки избирательных бюллетеней появятся на участках голосования в Самарской области. Их установят там, где максимальное количество избирателей. Каибы не только облегчат работу комиссии при подсчете голосов, но и исключат человеческий фактор, ведь ручной подсчет заменяется автоматическим. Современные комплексы оснащены встроенными аккумуляторами, поэтому даже в случае отключения электричества Каибы будут функционировать. Работу комплекса в тестовом режиме продемонстрировали во время заседания общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Комиссия должна ввести Каибу дополнительные сведения. То есть какие дополнительные сведения. Каиб не знал, сколько избирателей по списку, сколько бюллетеней комиссия получила, потому что для него это не важно. Он знает только, сколько в него опустили, действительно они, действительно, и сколько за кого. Всю дополнительную информацию, чтобы составить протокол, комиссия должна ему дать. Впервые Каибы будут работать в течение всех трех дней голосования – 17, 18 и 19 сентября. За ними будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, и это поможет предотвратить возможность вброса бюллетеней. Кроме того, на всех участках прозрачность выборного процесса будут обеспечивать общественные наблюдатели. Для них общественный штаб выпустил прошуру, где прописаны их права и обязанности. Роль наблюдателя на любых выборах очень сложно переоценить, поскольку наблюдатель – это и свидетель, и контролер, и арбитр. Поэтому роль его очень важна, и хотелось бы, чтобы он в более полной мере исполнил принятые на себя, не побоюсь сказать, обязательства в этом плане. За время работы штаба общественного независимого наблюдения за выборами прошло порядка 70 мероприятий, на которых подготовили свыше 5000 наблюдателей. Еще 300 жителей проявили интерес к общественному наблюдению и заполнили заявки во время работы живых информационных центров. Теперь им предстоит обучение. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала члена общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэриил Чан, Николай Сидоров. События.